Добрый вечер, друзья! Меня зовут Александр. Я приветствую вас на проекте «Строй и живи!». Сегодняшним вечером, после плодотворного рабочего дня, мы решили организовать ужин для нашей строительной бригады и показать вам, как ужинают настоящие добросовестные строители. Что необходимо поесть настоящему мужику после хорошего рабочего дня? Конечно же, мясо. Какое мясо больше всего любит мужик? Ну, конечно же, шашлык. О том, как готовить шашлык, ни для кого секрета нет. Более того, я уверен, что у каждого любителя приготовить шашлычок есть свой собственный фирменный рецепт. И у всех они абсолютно разные. Кто-то там майонезом заправляет, кто-то лимонным соком, кто-то пивом поливает, кто-то вином, а кто-то просто на сухую. Значит, я на этом останавливаться не буду, я лучше расскажу свою фишку. Это шашлык из овощей. Итак, друзья, сегодня на этом импровизированном столе в виде обвязки на винтовых сваях, на котором в дальнейшем мы будем строить дом, я вам покажу то, из чего я собираюсь приготовить шашлык из овощей. Это помидоры обычные, томаты, болгарский перец, ну и, конечно же, баклажаны. Итак, способ приготовления. Берем обычные баклажаны, ничего с ними делать не надо, ни чистить, ни резать, и просто кидаем на дрова, которые еще горят в мангале. Это может быть мангал, костер, абсолютно без разницы. Точно так же поступаем с болгарским перцем. Был бы, конечно, хорошо еще в костер кинуть горький перец, стручковый, но в ближайшем магазине его не нашлось, обойдемся без него. Да-да, ничего не боимся, просто бросили на угли, даже не на угли, а на горящие дрова, и ждем, что с ними будет. Что мы сделаем с помидорами? Берем шампур, продеваем его через попочку, нанизываем вот так на шампур, делаем небольшие промежутки между помидорами и ставим на огонь. Повторяем процедуру. И ставим на огонь. Ждем буквально, наверное, 5-7 минут, наблюдаем за поверхностью тех овощей, которые мы закинули на дрова. Они, естественно, потемнеют, почернеют, и это вполне нормально, ничего бояться не надо. Баклажаны мы периодически поворачиваем. Вот вы видите, что поверхность морщится, это хорошо. Если поверхность гладкая, значит нужно баклажанчик перевернуть на угли, так, чтобы он снизу тоже сморщился. Главное не упустить момент, если баклажан перегреется с какой-то стороны, он может просто взорваться. Ничего страшного не будет, просто он потеряет много сока. А сок это самое главное в этом деле. Ну, не самое главное, самое вкусное. Вот, видите, он уже мягкий. Но снизу он еще жесткий. Поэтому надо еще подержать. Помидоры тоже периодически крутим. Как определить готовность овощей? Они должны быть мягкими. Мягкими со всех сторон. Вот, трогаешь, они мягкие. Вот видите, вроде мягкое все. Но вот здесь немножко еще, видите, еще не доделалось. Поэтому надо положить так, чтобы все это доготовилось. Для готовых овощей готовим такую миску. Вот, дошло до готовности. Видите, вот такие обугленные овощи мы кладем именно в миску. Почему в миску? Потому что какое-то время спустя из нее потечет сок. Этот сок нельзя ни в коем случае потерять. Пока горят дрова и готовятся угли для дальнейшего приготовления шашлыка, тем временем можно воспользоваться этим моментом и пожарить овощи. То есть никакое время не теряется зря. Пока дрова горят, овощи готовятся. Когда дрова прогорят, овощи уже будут приготовлены. И на углях уже можно будет готовить шашлык. После того, как помидоры приготовились, они выглядят приблизительно вот таким образом. Просто аккуратно. Раз. И в ту же миску. Всему этому делу надо дать время какое-то немножко остыть. Почему? Потому что чистить нужно будет руками. Все это очень горячо. Некоторое время это все остывает. И приступаем к очистке овощей от шкурок. Итак, после жарки овощей на мангале, что мы получаем? Вот такую вот прекрасную картину. Конечно, похоже на фильм ужасов. Какие-то... Какие-то трубики у нас получились сгоревшие. Но это ничего страшного. Все будет очень вкусно. Значит, для того, чтобы почистить эти овощи, что нам нужно? Во-первых, разделочная доска. Самый большой длинный нож, который есть в вашем хозяйстве. Стакан или какая-нибудь маленькая мисочка с холодной водой. И миска, куда вы будете все это дело складывать. И это будет окончательная посуда для нашего шашлыка из овощей. Берем овощи и чистим просто вот так рукой. При этом ополаскиваем ее в воде. Все это достаточно легко чистится. Болгарский перец. Такие черные штучки какие-то остались. Ничего страшного. Это все природное. Для чего нужен большой тяжелый нож? Для того, чтобы все это вот так вот потом... Доску поворачиваем. Соблюдаем углы 45 и 90 градусов. И все в мисочку. Готовая продукция. Также поступаем с баклажаном. Можно его на весу чистить. Вот так он легко чистится. Если рукам горячо, и чтобы их сполоснуть, у нас есть стакан с холодной водой. Точно так же поступаем. Вот так вот. И готова продукция. Также поступаем с помидором. Раз, раз, раз. Взяли ножик. Пополам. Пополам. Попочку срезали. С помидоркой то же самое. Самое главное при этом не потерять сок. Ни от чего. Ни от баклажанов, ни от перца, ни от помидора. И в готовую продукцию. Также поступаем с абсолютно со всеми другими овощами. Если баклажан немножко не поджарился, это не беда. Шкурка у него все равно хорошо вот так вот сходит. Смотрим. Видите, сколько жидкости? Это все сок этих овощей. Здесь нет ни капли, ни воды, ни пива. Так, еще раз повторю, что нужно для приготовления этого чудо-блюда. Первое. Это баклажаны. Второе. Помидоры. Третье. Болгарский перец. Дальше. Горький перец стручковый. Это по желанию. Лук, зелень, кинза, укроп, базилик, соль, перец. И все это дело перемешать. Всем приятного аппетита. Я все-таки добился, чтобы не принесли кинзу, потому что без кинзы это блюдо не блюдо. Ой, блин, вот этот запах, а. Но мясо все-таки придется подождать. Это надо есть, конечно, с мясом. Оно и без мяса вкусно, но когда мясом тоже пахнет, это здорово. Пару слов о шашлыках я все же скажу. Я не люблю вот эти маленькие, знаете, такие игрушечные шашлычки, которые готовят в летних кафе. Это все ерунда. Вот шашлык должен быть, должен выглядеть приблизительно вот таким куском. Я специально его нарезаю длинным, не просто большим лаптам каким-то, а вот таким длинным. Для того, чтобы можно было одеть его спокойно на шампур. При том, что нужно всегда делать каким образом? Вот тонкий край всегда одевается к шампуру. Для чего? Для того, чтобы, когда его тут положишь, чтобы посередине мангала был толстый край, а ближе, где меньше жара, был тонкий, чтобы все равномерно прожарилось. Вот так нанизываем по всей длине максимальной. Берем какой-нибудь маленький кусочек. И по такому же принципу, маленького кусочка есть тонкий край толстый, толстый к середине, тонкий наружу. Делаем небольшой зазор, чтобы здесь жар тоже проходил. Ну и ставим на мангал, на угли. Для шашлыка я люблю покупать свиную шею. Ну а если нет шеи, то что попало? Если мясо получилось широким куском, то можно сделать вот так, на два шампура. Готовый шашлык просто сложить в кастрюлю. Это неинтересно и не совсем вкусно. Я предлагаю немножко другой вариант. Берем вот такую лепешку обычную. Ну, кстати, я обычно применяю лаваш, который очень тонкий, такой, знаете, как портянки. Его выселаешь на дно кастрюли и сверху складываешь. Но в нашем случае лаваша нету, поэтому я беру лепешку и разрезаю ее вдоль. Получаются две такие половинки. Одну из них я кладу на дно нашей кастрюли. Посчастливая случайность, диаметры практически совпали. И уже готовый шашлык выкладываю на вот такую лепешку. Проверяем готовность. Берем острый нож, надрезаем, смотрим внутри. Не должно быть ничего красного, должно быть все белое. Если кусочки готовы, то их просто снимаем в кастрюлю с лавашом огне. Есть что-то красное внутри мяса. Ничего страшного, в таком нарезанном виде ставим опять на костер. Ты пальчики обрываешь, проглотишь свой язык. Когда смокалась, снимешь, хорошенький шашлык. Один себя, тот. Так, чтобы ничего не выветвалось, не остыло, всегда закрываем лепешкой. Ну вот, друзья, на этом наш проект «Готовь, ешь» закончился. Меня тут уже атакуют со всех сторон, все говорят, нужно есть. Все, ребята, до скорых встреч. Всем пока, ставим класс. С друзьями мясо будем кушать, иначе жизнь, иначе нужна. Ты пальчики оближешь, проглотишь свой язык. Когда смокалась, снимешь, готовый кишашлык, ты пальчики оближешь.